Здравствуйте! Приветствую вас на Черноморском побережье. Находимся мы в районе Витязева сейчас. Это дикие пляжи, их называют иногда. Но это уже, наверное, все-таки больше к поселку относится. Рядышком с пляжиком Лог-Витязь, вот их забор сзади меня. Постоянно задают сейчас вопрос, когда начинает цвести море. Что такое вообще цветение? Это появление в большом количестве зеленых водорослей, которая называется хаварафура бродячая. Многие называют ее камкой, но это ошибочное название, потому что камкой называется совершенно другая водоросль. Она выглядит, как обычная трава. Также у нас очень много водорослей, которые произрастают на камнях, и их во время штормов сбивает с камней. Вот вопрос, когда начинает цвести море, сейчас мы вам покажем. Сегодня на календаре 27.04.2021 год. И вот мы уже собираем камку. Ой, не камку, а хаварафуру бродячую. Вот так она выглядит, та самая зелененькая тина, которую все боятся, которую все не любят. И она уже присутствует. Присутствует, причем в достаточно больших количествах для того, чтобы, так сказать, напугать, наверное, наших отдыхающих. Но при этом море вроде бы чистое, классное, лазурное и прекрасное. Вот мы можем посмотреть с вами. Вот она, та самая камка, как трава выглядящая, водоросли. А вот уже те водоросли, которые произрастают непосредственно на камнях. Они вот такого серенького цвета. Он тоже перемешку с камкой. Вот они такие вот, вот так вот выглядят. Так что, друзья, море цветет и живет, в принципе, постоянно. Но позыв к тому, что появилась сейчас флотерсель, конечно, температура водички максимально была 14,7 градусов на песчаных пляжах. А вчера купался в Большом Утреще. Она там была всего лишь 11,5. И это, на самом деле, очень напрягает. Возможно, в этом году ее будет много, если море прогреется. Потому что, ну, наверное, водичка содержит в себе много вот этих вот хлористо-фосфорных соединений, которые как раз-таки и провоцируют бурный ее рост. Возможно, отечениями все пронесет. Можно на это тоже уповать и надеяться. Но факт остается фактом. Никто, на самом деле, я думаю, никогда вам не скажет точные даты, когда бывает море чистым. Вообще, территория наших песчаных пляжей 47 километров. От Анапского мыса до Железного рога. И если вы погуляетесь по ним, да, грубо говоря, можете всегда найти чистейшее, прекраснейшее море. Принцип всегда один. Чем дальше от людей, тем меньше будет водорослей. Почему? Потому что с туалетами у нас большущие проблемы, к сожалению. Возможно, их будут решать. Мы на это надеемся. Но по факту очень многие много пьют пива, едят кукурузу и ходят в море красиво. Для чего? Догадайтесь сами. Спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк и поддержать наш канал своим репостом и подпиской. Спасибо огромнейшее.